Друзья, всем привет! С вами Данила Белоконь. Если я попаду этим снежком в тот знак, это значит, что у нас будет сегодня хороший выпуск Автоньюз. Поехали! У компании Rover появились серьезные проблемы сразу после Второй мировой войны. Тогда на их автомобиле, которые укоренились в сегменте лакшери, просто исчез спрос. И тогда, вдохновившись Виллисом Джипом, компания изобрела свой первый Land Rover, который попал в продукцию в 1948 году и назывался Land Rover Series 1. И автомобиль имел множество конфигураций, начиная от колесной базы, количеством дверей, в целом можно было поменять разный бодикит. И тогда автомобиль стоил 450 паундов, что на наши деньги является примерно 16 тысяч паундов. И вот уже спустя 10 лет дебютировала вторая серия Land Rover, которая, в свою очередь, включала выборочную обшивку дверей, зеркал. А также с классического 4х4 теперь появилась выборочная между полным приводом и моноприводом. В 1971 году появляется третье поколение Land Rover. И там уже появляется опция кондиционера и подогрева. И вот уже спустя 5 лет с конвейера выходит миллионный Land Rover. На протяжении 80-х годов третье поколение подвергается усиленным модификациям. Так в автомобиле меняется мотор, меняется подвеска, меняется коробка передач и много других вещей. И вот в 90-м году появляется первый Defender. И его производство продолжается вплоть до 2016 года. Потом компания-производитель берет паузу в районе 5 лет. И вот спустя это долгое время перед нами новенький Defender. И вот производители Land Rover решают попробовать создать новую архитектуру для себя автомобиля, которая называется Monocoque. Это в своем роде, когда внешняя оболочка является одним несущим началом. То есть нету разделения рамы и бодикита. Говоря про мотор, то есть как и дизельные моторы, есть и бензиновые, а также есть еще и гибридные моторы. И все они колеблются от 200 до 300 лошадиных сил. А вот гибридный автомобиль уже выдает все 400. Интересно то, что у этого автомобиля есть 4 дополнительных пакета Explorer, Adventure, Country и Urban. И все они в себе несут разные фичи. Например, в Explorer есть повышенный воздухозаборник, который позволяет проходить различные речки, броды автомобилю и погружаться глубже. В Adventure есть встроенный воздушный компрессор и еще система очистки, как Kärcher, я не знаю, как она называется. Можешь почистить автомобиль, колеса, себе обувь и так далее. В автомобиле есть множество разных конфигураций сидений. Например, есть только двуместные автомобили с огромным багажником, куда можно лодку закинуть. Есть трехместный автомобиль. Вместо этого сюда добавляется сидение. Есть пятиместный и есть семиместный. Прикол. Что здесь необычного? То, что здесь очень кастомизированные настройки автомобиля. То есть ты можешь настроить абсолютно все под свои нужды. Как здесь видно, можно настроить дифференциал, трансмиссию, руление, трекшн-контроль. Еще здесь классную фичу нашел. Водяной сенсор. Он определяет, как глубоко автомобиль находится в водоеме. И вообще автомобиль максимально может находиться 900 миллиметров. И здесь удобно посмотреть, насколько это глубоко. Смотрите, что здесь еще есть. Здесь есть режим on-road, который позволяет тебе с разных ракурсов смотреть автомобиль на наличие различных камней и так далее. То есть он модулирует. Вот мы едем в реальность. Посмотрим, как он модулирует. Как ты смодулируешь это? Ну, скорее всего, это просто используется для камней, если где-то приезжаешь. Есть режим off-road, который позволяет тебе смотреть, что у тебя с дифференциалами вообще, блокируются или не блокируются, в каком они состоянии. И третье, это если у тебя прицеп есть, чтобы можно было легко наблюдать за ним. У него адаптивная подвеска. Можете заметить, как он поднимается. Сейчас. Так. О, другое дело. Да, автомобиль сразу заметил, что он стал выше. А еще я не замечал здесь спереди дисплей, head-up. Классная тут еще фича такая. Можно включить камеру. Очень хорошее качество. И ехать по ней. Есть разные настройки. Можно расположение поменять, яркость. А то есть... Ну, качество лучше хорошее. Есть еще одна вещь, которую я хочу с вами поделиться. Эта фича называется All-Train Progress Control. И это своего рода круиз-контроль, но для бездорожья. То есть он в диапазоне от 1,8 км до 30 км позволяет тебе стабильно и в одном темпе ехать по любым поверхностям и любым покрытиям. То есть вы там сбираетесь по какому-то снежному холму, и автомобиль устойчиво и верно едет с одной скоростью. И с нами в гостях Мартин Ждамберкс. Чао. Чао. Один из обладателей Defender. Мартин Ждамберкс, расскажите, это ваше? Это как бы моего брата, но можно сказать, что тоже моя, потому что я свою одолжил своему другу, который уронил одну машину. У вас в семье все катаются на ландроверах. Ну, там такая как бы уже пословица, если у тебя один раз Defender в семье появляется, это уже как... Член семьи. Да. Здорово. Расскажите про него поподробнее, очень интересно узнать. Как вообще вы решили, что вам нужен ландровер? Как вообще вы пришли к такому? Думаю, что это ответ такой, что машина, если мы будем на нее как бы сбоку посмотреть, или спереди, или сзади, такая иконная. Как дети рисуют машину, когда они начинают рисовать, то вот это как бы вот или из детства, или что-то такое нерассказываемое. И потом, если ты преодобляешь, как бы имеешь уже эту машину, ты уже с ней он как бы сращиваешься. Как-то так. Идет сплощение. Да, сплощение. Вы используете ее как повседневную? Да, да, да. Это уже как бы версия одна из последних. Это называется Rogue Edition. Выпустили их очень мало. Это и одна из последних моделей этого Defender. Это стоковая труба, или вы ставили ее? Это ставленная труба. Если ты заезжаешь, если пересекаешь реку, тогда у тебя воздух не попадает в двигатель. И какой расход тогда? Расход, кстати, у этих машина небольшой. Примерно 10 литров на 100 километров. Какой здесь мотор стоит? Тут стоит 2.4 Ford'овский двигатель. С турбиной? С транзита, по-моему. С турбиной, да. Давайте посмотрим, может быть. Да, пожалуйста. Трюк один. Как открывается двигатель, он открывается не с этой стороны. Но почему? Как-то машина английская. Открываем отсюда. Так, где у нас тут все? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы и тут. Все тут милимнистично, классически, ничего такого. Есть какие-то особенности тут? Ну, есть двигатель. Есть двигатель. Я смотрю, что очень большой кинтеркульер. Это диффузор, который дает такое по техническому. Если я буду тут немножко умничать, посмотрите, как вставлен двигатель. Двигатель как бы внутрь. Он как бы больше в салон. Это уже балансировка машины. Теперь, где здесь красуется рама. Это не рама, это бампер. Много, кстати, вот в техосмотрах спрашивают, как это так. Ну, это, ну, можем сказать, что это часть рамы, да. Ну, тут можно видеть, что она прикручена. А, что это бампер все-таки. Да, но он такое довольно жесткая вещь. Эта защита уже встроена или это вы сами ставили защиту? Да, защита это сталинная, потому что у этих машин мост передний независимый, он целиком полный мост. И у него штанги, которые крутятся там, все, рулевая система, они открытые. Здесь, я так понимаю, ручная коробка передач, что ли? Да, ручная у них стандартная, 6-ступенчатая. И получается полный привод? Да, все время, да. И один мост, то есть? Один мост спереди, другой сзади. Коробочка, передач и раздатка, да. Да есть блокировка дифференциала? Можно соединить обе моста. Дифференциальная блокировка, которая в мостах, это уже опции, которые надо ставить. Сколько я знаю. Вот так закрываем. Пойдемте посмотрим назад, что у нас тут сзади происходит. О, большой багажник. Багажник большой, тут еще есть опции. Сиденья поставить? Да, поставить вот тут одну и другую. Такой минималистичный, то есть сугубо для дела. И нет такого для ГСВЕСи повседневного? Нет там громко, комфорт или вам это нравится? Ну, это, наверное, изначало. Если ты привыкаешь, то это уже болезнь. То не можешь... Но, конечно, тут можно делать всякую бесшумку делать. И тут уже довольно много сделано. Потому что, если он как бы стандартный, тогда вот тут сбоку обшивки вообще нет. Там крыло голое стоит. Что я понимаю, то, что они хотят сохранить ту икону, про которую вы говорили. То есть все те же формы, тот стиль и антураж, который Defender представляет. Но он уже больше похож на такой, как современный автомобиль. Действительно, пускай не был. Да, скажем так, на рейндж-ровер с надписью Defender. Да, 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 да. То есть, ну что, на этот сразу видно, что в нем можно ехать в болото, в лес. Ну да, она брутальная, тебе, ну, как не жалко ее там. Ну, она вот уже как такой большой семейный внедорожник, можно сказать. Ну, Defender, поехали. Мощь чувствуется. Этих 200 или сколько тут там было? 19, да. 20, да. 2040, да, ну, думаю, такого нету. Знаешь, сколько стоит машина? Нет, сколько. Я не знаю. А, ну, узнаем походе. Ну, давай. Это именно есть смысл Defender, чтобы заехать где-то там, где ты можешь что-то красивое посмотреть. Очень хороший клиренс, что мы ее подняли. Да, да. Вот такое вот, ну, мне нравится то, что вот этот Defender, он больше такая городская версия. То есть на нем можно и, скажем так, за продуктами ездить, и можно вот так вот по лесу кататься. Куда-то на Бикмит, если ты хочешь. С моим тоже можно за продуктами ехать. Ну, конечно, тут весь комфорт машины сделанной, ну, как для людей. Ну, тут можно чувствовать то, что нету у Defender, моего, или у старого, скажем так. Тут независимая вся подвеска. Но это чувствуется, что она, ты едешь с ним как по шоссе, по вот этим горкам, по ямам. Да. Ну, как в целом, какие эмоции? Ну, красиво, приятно. Мне нравится, ну, что-то тут, ну, тут надо немножко углубляться. Но остальном все классно. Круто? Да. Круто. Все, я беру. Правда ли? Да. Ты можешь почувствовать то, что, когда переключаешь скорости, ты можешь, как бы, понять всю эту массу, которая крутится. Просто тут крутится и перед, и зад, и раздатка, и все. Да я сразу скажу то, что я чувствую разницу, это нормально. Мне там сидел. Потому что здесь уже побольше интереса. Да. Ну, она шатается, двигается иначе, чем-то. Заедем мы или не заедем? Заедем, заедем. Тихо. Давай, 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 давай. хорошо но на работа по работа здесь самое главное это плавность довести один темп но плавность до меня на таком приключении больше чем ну да ну да это медитация а здесь надо все тут как бы ты работаешь и думаешь если там у тебя с этим справляется автомобиль электроника и ты там только но ты тоже там участвуешь конечно но конечно гал главный главный комфорт там это независимая вся эта штика независимая подвеска нормально проходит ну проходит это же до фендер но по моим впечатлениям то что как я и ожидал то что новая модель она уже больше такая рассчитана на комфорт кто же те кто хотят выехать в лес на оффроуд но не париться во все это автомобиля просто нажимать на газ и медитировать по лесу это для них а здесь тут уже надо больше поработать это для таких настоящих энтузиастов которые хотят углубиться по весь оффроуд что думаете матыш мне нравится они обе просто они нора разные 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 машины но есть одна вещь которая объединяет это название по мне так получилось отличное лесное приключение как вам не тоже спасибо спасибо вам спасибо за ваше время да сам был данила была конь пары замберкс данила была конь команда автонюс до новых встреч